Так я в неё и не поиграл. Чё бы нет. Да ну... Чё бы нет. Капец. 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 лицу и из-за этого будет вести себя довольно агрессивно. Конраду изменили воспоминания из-за банального сбоя экспорта сохранения. С этой ошибкой ничего не могли поделать, поэтому в третьей части ее решили обыграть. Если вы в первой части действительно не угрожали Конраду пистолетом, то в третьей части он извинится перед вами за свое ложное обвинение во второй и пожалуется на свою плохую память, рассказывая, что в тот момент был взволнован и мысли путались в голове. Как по мне довольно лаконично. Еще один подобный пример такого обыгрыша можно увидеть в Dragon Age Inquisition. Персонаж по имени Крем часто не мог понять, как сидеть на стуле в таверне, где выступала Барт Мориден. Игрок мог увидеть его стоящим на стуле, а иногда комично сползающим в сидячее положение. Игроки смеялись, что так Крем компенсирует свой небольшой рост и запомнили этого персонажа, поэтому разработчики решили сделать из этого бага целую любовную историю в DLC. В одной из сцен, выбрав правильные реплики в разговоре с Мориден, к вам присоединится Крем. И Мориден, спросив, не его ли она видела в своей таверне, услышит. Да, я люблю твои песни. Иногда я сажусь на стул, чтобы лучше рассмотреть твои песни. Таким образом, Боэ объяснили, что Крем стоит на стуле, чтобы насладиться прелестями своей зазнобы, и через ошибку в анимации рассказали историю трогательной влюбленности. Так что это не баг, а сюжетная фича. Выкрутились. Оказание о северных багах. Зелдерскроллс 5 Скайрим. Когда речь заходит о игровых ошибках, невозможно не вспомнить скайрим. Главнейший источник роперных лечей багов, ставших остальными. Я часто упоминал скайрим в этой рубрике, но почти никогда не разбирал суть его багов. А в чем, собственно говоря, ошибка? Почему это так работает? Точнее, почему это не работает так, как это должно было? С драконами очень много багов, кстати говоря, причем таких забавных, вплоть до стрёмных, когда за тобой следом, куда бы ты не переместился, за тобой таскается скелет дракона. Нормально. Теснить легко, персонаж просто не может вас заметить за объектом. То почему великаны подрабатывают скайримскими авиалиниями, а лошади так уверенно скачут по почти вертикальным горам? На эти вопросы есть ответы. Лошади в Скайриме еще, конечно, не до конца изучены, но есть предположение, что их навык скалолазания связан с количеством конечностей и устройством их Тулова. Тело вашего персонажа игра держит в строгой вертикальной позиции вне зависимости от наклона поверхности. Представьте, что ваш персонаж – это параллепипед, который скользит по холмам и неровностям и не умеет накреняться. Ноги вашего персонажа либо немного проваливаются в текстуры, либо немного висят в воздухе при перемещении по рельефу. Поэтому, когда под ступнями до вакина не находится достаточной плоскости, на которую можно опереться, он начинает падать или съезжать, пока эта плоскость не появится. Лошадь же – это два параллепипеда, которые не просто скользят по поверхности, они как бы прилипают к ней. Это можно понять по умению лошади менять положение тела при наклоне местности. Полетел. Баг с лошадями-скалолазами, конечно же, оставили и даже попытались объяснить тем, что недостаток скорости скайримские лошади компенсируют огромной выносливостью, что как бы должно намекать на их умение взбираться по дорогам. А Баг с великанами еще проще. Когда дубина великана соприкасается с хитбоксом игрока и наносит смертельный урон, тело дэвакина превращается в рагдольную куклу и становится крайне восприимчиво к физическим воздействиям. А поскольку дубина все еще продолжает движение после нанесения урона, она вминает рагдольное тельце игрока под текстуры, что игра хочет исправить, выталкивая его наверх. Учитывая силу удара великана и площадь покрытия дубины, игра ускоряет выталкивание тела до тех пор, пока оно не выйдет из-под земли. Но ускорения становится так много, что труп персонажа просто взмывает ввысь. Этот баг разработчики тоже оставили, но совершенно не постарались его хоть как-то объяснить. Это просто так работает. И это еще не все легендарные баги игровой индустрии, о которых я хотел бы вам рассказать. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, сделайте репост этого видео и расскажите об лжать друзьям. А также не забывайте заходить в группу ВК и в сообщество на Ютуб. Пис вам, люди. Пока. Прикольно, прикольно. Спасибо за просмотр, надеюсь понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин